Меня зовут Сергей Мазур, я технический директор чартерной компании Яхтваяж. Сегодня я вам расскажу о том, как готовится яхта к морю, какое оборудование с собой берется. Подготовка яхты к выходу в море начинается еще на берегу. Самое главное, чем должна быть укомплектована лодка, это спасательным оборудованием. Сегодня я вам расскажу о спасательном оборудовании и о другом оборудовании, которое необходимо иметь с собой на яхте. В интернете вы можете найти много информации о том, что необходимо взять с собой в море. Мы берем с собой столько оборудования, сколько требует морской регистр Англии. У нас здесь целая коробка, это новая лодка, мы только что закупили оборудование, яхта еще стоит на берегу. Я буду доставать прямо из коробки то, что у меня есть и рассказывать об этом. Первое, что мне попалось, это штормовой такси. На каждой парусной яхте обязательно должен был штормовой такси, для того, чтобы в случае очень плохой погоды, сильного шторма, поставить его за место основного такси и трейфовать. Так называемые чопики. На любой яхте, вне зависимости от того, под каким флагом она входит, обязательно должны быть такие чопики. В случае пробоины небольшой, вы сможете быстро ее устранить и заделать. Но у меня был в практике случай, что у меня была пробоина на судне, я использовал точно такой же чопик и очень сильно ударил по нему молотком. Дыра стала еще больше. В общем, у нас были небольшие проблемы. Флаги. Это флаги бедствия. Комплект флагов. Я никогда в жизни их не использовал и, надеюсь, вам не придется их использовать. Это волшебная жидкость, она служит для обработки мягкой мебели и создает слой противопожарный. В случае возгорания, в случае пожара на борту, ваша мебель не так быстро сгорит и у вас будет больше времени для того, чтобы покинуть судно и собрать все необходимое. Это спасательный круг, круг подковой, их обязательно должны быть две штуки на борту, находятся они слева и права борта. Спасательному кругу к одному из них крепится вот такая вот веревка-линь, заплавающий конец. Когда бросите в воду спасательный круг, сможете потом вытащить утопающего или человека упавшего за борт. Датчик свяжения. Позистория будет обновляться так часто, как вы захотите. За это платится. Деньги за каждое обновление устанавливаются. Где и в незаметном месте забывается об этом. На специальном сайте в интернете вы сможете увидеть в любое время, где находится ваше судно. Детектор газа устанавливается под плитой. Подключается напрямую к 12 вольтам. И в случае утечки газа он подает противный сигнал. Венок обязательно должен быть на борту с каждой яхтой. Радиостанция. Это плавающая радиостанция. В случае, если она упадет в воду, она не утонет. И также в нее загорается красная лампочка. В темноте ее очень легко найти. Британский флаг. У нас в порт приписке Лондон, поэтому на корме мы несем флаг Великобритании. Рында. Колокол судовой. Он, в общем, для красоты у нас используется. Это целая куча фонариков. По требованиям англичан, в каждой каюте и также в салоне яхты должен находиться фонарик. В случае, если обесточат отсудно и ночью, вы сможете всегда им легко воспользоваться и найти дорогу. Куда-нибудь. Шланг поливочный. Англичане не требуют шланга, но лодку надо как-то мыть. Это аптечки. У нас их две. Одна на лодке и другая в спасательных лодках. Аптечки герметичные. По требованию англичан здесь находятся все необходимые препараты. Все, что вам может потребоваться в случае получения травмы и выживания в море. Плавущие якоря. Сюда к ним привяжем веревочки. И они будут находиться у нас в граббеге. По требованию регистра их должно быть два. Наломные фонарики. Очень удобно во время ночной вахты. Главное не слепить в лицо товарищу. Пожарное одеяло находится на Камбузе. В случае, если у вас что-нибудь загорится, вы быстренько сможете накинуть это одеяло этим одеялом. Буй-человек-заборком. Здесь имеется веревка, которая привязана к лодке. Если он падает в воду, он надувается. И получается такая большая-большая зеленая вешка. Вы легко сможете найти человека, упавшего за борт, если успели вовремя отстегнуть этот буй. Термокостюмы. Спасают от переохлаждения. Перегрева в море мало у кого случалось. Их должно быть 12 штук. То есть по количеству пассажиров на борту плюс 20%. Ну, в нашем случае плюс 2. То есть итого 14 штук. Вот таких ТПА. Хранятся в граббеге, в мешке, со всякими спасательными штуками. И я никогда этим не пользовался. В этой коробке у нас находится айпер. Если вы покидаете судно, берите эту штуку с собой. Включайте ее. Она автоматически подает сигнал бедствия. Если вы ее, конечно, включите. Если лодка утонула, он автоматически отстегнется и всплывет. Подаст сигнал. Спутник будет пролетать над спасательно-кардиационным центром. И передаст информацию о судне. Он запрограммирован. Здесь название судно. Тип судна. У меня знакомые спасли с помощью такой штуки. Так что не забывайте об этом. Ботсманское кресло. Ну, или просто по-русски беседное. Очень часто используют в повседневной жизни их смены на яхте. Поэтому рекомендую вам не забывать о комплектации лодки с катушкой. Спасательные жилеты. Это автоматически надувающиеся спасательные жилеты. Очень удобные. Занимают мало места. Когда вы его оденете, вам будет достаточно комфортно. Но будьте внимательны при покупке. Они, как правило, маленьких размеров. Это у нас скрутка. Используется для скрутки генекера. Очень нужно. Радиолокационный отражатель пассивно вешается на мачте. Радар, который установлен на судне, проходящий мимо, легче обнаружить вас, если такая штука стоит на мачте. Там внутри где-то 10 квадратных метров металлический пластин. Так как яхты современные пластиковые, радары их плохо видят. Поэтому такие штуки обязательно. Это большой, есть маленькие, поменьше, они подешевле. Но по требованию регистра у нас должен стоять такой. Курсачка для ванн. Если у вас упала мачте, вам придется от нее избавиться. Обратно вы ее вряд ли поднимете. Тем более большой шторм. Она может повредить корпус, доставить много неприятных. Так что придется от нее избавиться. Багор при шлахтовке. Подбирать концы, притягивать буй. Ну и много можно других на этих применений. Как у кого фантазия работает. Огонь. Так он крепится к бую под кове. Там внутри находятся батарейки. Когда он переворачивается, контакт замыкается. Внизу лампочка загорается. Сейчас батареек нет. Прожектор. Поисковый огонь. Если у вас совсем села электричество, вы можете ночью посвятить им на парус, и у вас будет хорошо видно. Также в ночных плаваниях им регулярно пользуются. Ну и искать человека за бортом легче. Ведра. По правилам должно быть два ведра. Называются они пожарные, но используются для других бытовых целей. Пиротехника. Здесь у нас ракета, парашют. Таких должно быть четыре штуки. Фальшвейер красный. Три штуки. И плавучий дым. Но он, как правило, оранжевого цвета. Пиротехника очень важна на борту. Она должна храниться в сухом месте. Как правило, используют большие пластмассовые бочки, которые кладется со спасательным оборудованием, для того, чтобы оно не промокло. В случае эвакуации судно не утонуло. Или можно было с собой взять плот. Все в одном месте. Черные шары. Они вешаются днем на мачту. Их две штуки. На расстоянии метра друг от друга примерно. И говоря другим туда, что мы лишены возможности управляться. И нас стоит опасаться. А желательно спросить, мне нужна ли нам помощь. Ночью вместо таких шаров используются огни. У нас заготовлены вот такие красные огни. Они вешаются друг на другом. Также на таком же расстоянии. Два красных. Днем два черных шара. Ночью два красных огня. Огнетушители. Каждый койот уставится по такому маленькому огнетушителю в салоне. Еще у нас идет дополнительно большой огнетушитель, который еще к нам не приехали. Четыре килограмма. Но это по килограмму. Мы использовали такие огнетушители один раз. Плохо работает. Поэтому я вам рекомендую брать огнетушителя побольше. Эти не справятся практически ни с каким огнем. Да и мало там порошка. Это порошковые огнетушители. После них, кстати, всю лодку очень долго отмывать. У нас порошок где-то год вымывается. Еще не из всех щелей. Надувной радиолокационный отражатель. Берется с собой спасательный плод. Поднимается на палочки. На палочки. Кстати, на палочки можно. На палочки. И сюда, проходящий мимо, легче обнаружить вас. С помощью радара под днем-под ночью. Набор инструментов. Каждый лодку мы оснащаем таким набором инструментов. Очень полезно бывает. Подкрутить, подвинетить что-нибудь. Но желательно этим не увлекаться. А вызвать специалиста, который знает, что это. Вот такие брелки. Крепим мы ключа. Ключи упали в воду. И не утонули благодаря вот таким брелкам. Они пробковые. Главное, нужно не навесить. А то утону. Ремни. Жилет спасательный должен быть оснащен вот таким ремнем. Один конец к жилету. А другой на палубе к специальному тросу, который у нас идет дальше. Ну, либо к чему-нибудь. Что не позволит упасть за борт. Эта лямка, она идет. Крепится к жилету, идет между ног, когда вы упали в воду. Не позволит жилету улететь вверх. Каждому специальному жилету крепится такая лампа. Когда попали в воду, здесь замыкаются два контакта. И она начинает двигать. Вас легче обнаружить. Как ее выключить? Туманный горы очень громко гудит. В случае тумана надо подавать сигналы, если вы находитесь в узком месте. Хотите, чтобы вас услышали другие суда. На больших судах вас, конечно, никто не услышит. Поэтому не ходите в туман. Строп. Здесь два стропа. Крепятся слева и справа борта. Откормлены к носу. Это спасательный строп. К нему ремнями прищелкиваются, когда идут к носу. Ночью. Или в плохую погоду. Для того, чтобы, если вдруг вы потеряете равновесие, если вы ухудете, вы сможете спасти себя в жизни. Компактный мангатор. Ручной. Брать фильм. Нож. Нож полезный, а шипа на лодке. Этот нож крепится наверху. И в случае аварийной ситуации, всегда доступен. Для того, чтобы отрезать веревку. Или ногу кому-нибудь. Часы. На борту должны быть часы. Судовое время. По нему живет экипаж. Барометр. Желательно, конечно, иметь на борту барограф. Но у нас есть барометр. В вахтенном журнале мы каждые 4 часа записываем давление. И видим тенденцию. Если давление падает, то он, наверное, стоит чего-то бояться. Сигнальное зеркало. Им очень удобно подавать сигнал. Наводите на судно. Днем, когда солнце светит. Смотрите вот в это вот отверстие. Чтобы судно попало. И отражение солнца будет очень ярко. И очень ярко к зайчикам, бликам. Вас обязательно заметим. Спасательный плод. Плод должен соответствовать количеству людей, разрешенному находиться на судне. В нашем случае 12 человек. Заранее подготовьте аварийный комплект, который вы возьмете с собой в случае оставления судна. Для хранения аварийного комплекта удобно использовать пластиковые бочки. Они бывают разных размеров. Продаются в любом яхтенном магазине. Якорь. На судне должно быть 2 якоря. Первый и основной подбираются с учетом веса судна. После якоря идет цепь, затем веревка. Длина якорной цепи и веревки в нашем случае составляет 80 метров. Этого достаточно для якорных стоянок 45-футовой лодки. Второй якорь запасной. У нас он в 2 раза меньше. Длина якорной цепи и веревки 60 метров. Он используется в случае утери основного якоря или в плохую погоду. Заводится в дополнение к основному. Навигационные карты. Обязательно обзаведитесь бумажными картами. В случае выхода из строя электроники они вам пригодятся. Карты должны быть с наиболее свежей корректурой. В дополнение к картам прихватите с собой прокладочный инструмент, в который входит угольник, параллельная линейка, измеритель и карандаш. Лодцы. Подбирайте лодцы для ваших районов плавания. В них вы найдете основную информацию о портах, маринах, ветровых и навигационных условиях, на каких УКВ каналах работают местные службы и много другой полезной информации. Ремонтный комплект для парусов. Часто в плавании случается сталкиваться с повреждениями парусов. Больше всего страдают легкие паруса, такие как генакер или спинакер. Поэтому полезно будет иметь с собой небольшой ремкомплект, в который войдут набор парусных иголок, гардаман, ножницы, обычные и провощённые нитки, липкая льзетта. Это липкий материал, из которого сделан спинакер или генакер. А также липкий докрон. Скотч. Все яхты держатся на скотче. Не забывайте об этом. Лучше взять армированный скотч в обычном хозяйственном магазине. Он, как правило, серого или чёрного цвета и называется трубопроводным. Наберите его побольше. Область его применения поистине безгранична на яхте. Герметик. Вряд ли вы часто будете использовать силиконовый герметик на яхте во время плавания. Но если он вам понадобится, а его нет, то дела будут обстоять плохо. Комплект расходных материалов для двигателя. Масляный фильтр. Топливный фильтр. Импеллер. Масло. Всё это обязательно надо иметь с собой на борту. Ручной GPS. Он кладётся в аварийный комплект и в случае аварийной ситуации он поможет вам определить свои координаты. Батарей к нём хватает надолго, но не забывайте менять их минимум раз в год. Предохранители. У одного моего знакомого вышел из строя предохранитель автопилота. Запасных у него с собой не было. Он шёл в одиночку, и ему пришлось весь оставшийся путь идти на ручном управлении. Он прошёл полторы недели на ручном управлении. Зато теперь всегда берёт с собой в плавание комплект запасных предохранителей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова